Доброутренний Луч, который вовсе не добрый, потому что его не пускают в его холодильник. Да, Лучик? В холодильнике у нас Кроша и Пуньк. Но вчера, правда, Лучик к ним заходил днём. Кроша, вон она сидит. И немножечко прошмарила. Но сейчас здесь семь с половиной градусов. Двери финием покрылись, но это балконная дверь, потому что здесь нет отопления. Вот. Это окошко закрыто полностью, и лёд с него исчезли. Здесь просто поверх утеплее, внизу наверняка холоднее. Я тут у Кати в Телеграме, у Кати Бобкэт, интересную тему заметила. Она рассказывает про минусы жизни в своём доме за городом. У неё тоже каркасник, как у нас. Точнее, это у нас, как у неё. Вот. И я тоже, наверное, хочу поделиться. Ну, мы всего лишь, получается, как вторую зиму зимуем полноценно здесь. Вот. Ну, что, вот, за два года. При этом не есть чем сравнить, потому что у нас вот бюджетный вариант, да, домика, который с электрическим отоплением, ну, водопровод фиг с ним, он в другом доме здесь нет. Есть более такой навороченный. Я бы не сказала, что второй дом, ну, жилой наш, дорогой сильно, но там есть газовое отопление. То есть газовый котёл стоит на электричестве. Есть отопление водяное, то есть у нас радиаторы и в трубах закачана смесь незамерзающая с антифризом. Вот. А здесь у меня только вот обогреватели. Причём прошлую зиму обогревали двумя вот такими электрическими, простыми совершенно, механическими. В эту зиму я их ещё ни разу не включала, потому что у меня работает один вот такой умный обогреватель, который по Wi-Fi управляется. У меня здесь шлюз валяется, который вот он. Ой, там таракан сидит. Лочек, ты почему не съел таракана? Такой, я что ли должен это делать сама ешь? В общем, этот шлюз управляет у меня, собирает информацию с вот этих термометров. Вот термометр. В каждом помещении здесь по такому же. И вот, кстати, тут вот у меня свои операторы. Здесь вот саранча сидит. Вот термометр. То есть можно увидеть температуру на полу 19,3, температуру на стене 28, то есть тут практически 1 градус разница потолок-пол. Это закрытый контур, тут утеплён потолок, стены, пол одинаково. А обогреватель, соответственно, нагревает в диапазоне с 19 до 22 градусов. То есть при превышении 22 он отключается, при понижении ниже 19 он включается. Это всё делается через программу в приложении. Удобнее, чем вот с теми в прошлую зиму было, потому что температура сильно скакала. Плюс помещение, которое обогревает это, оно же обогревает вот эту комнату. Там нет обогревателя. Мы его в бытовку унесли. Сейчас окно закрыто, морозы. Сейчас минус 20 где-то на улице. Вот, поэтому я закрыла. Соответственно, помещение холодное. То есть при минус 20 вот такая щель в окошке. А помещение за счёт этой щели обогревается вот 7,8. Вообще дверь вот видно обмерзает. Вон там ини. Это балконная дверь. Там, по-моему, я не помню, она однокамерная или двухкамерная. Скорее всего, одна. Как и окошки. Вот. Два других вольера у нас отапливаются такими же механическими обогревателями. Окошки здесь чуть-чуть приоткрыты. Внаружу сейчас всё задраено. Есть кто? Вот. Здесь у сычей сейчас почти 19 градусов. Но в среднем здесь 16-17 держится. Вот. Да? Привет. Им нормально. То есть для зимы домовым сычам можно даже ниже. Я ниже не понижаю, потому что тогда насекомые... Они едят сейчас саранчу и сёрчков. Вот. С насекомыми будут. Не будут жить нормально. Так. Вот это помещение, где сплюшки, точно так же отапливается таким же обогревателем. Вот. У них сейчас тут 22 градуса почти. 21,7. Плюс у них и днём включается вот эта лампа. Она тоже даёт тепло. При этом я не понимаю, в чём разница. Обогреватели стоят практически одинаково. Может быть, они просто там у сычей некачественные. Там даже сильнее должен нагревать. Но здесь ещё открыто окно. То есть... Раньше здесь изначально стояли деревянные двери. Вот такие вот. И это ужасно было. Во-первых, они постоянно то уменьшались, то увеличивались. Их то не закроешь, то они открывались сами по себе. Несмотря на язычки замков. Приходилось прям засолы вот. Остались следы. И тут засолы стояли. Я очень рада, что поменяла на такие двери. Надо было изначально ставить это всё. Вот. Здесь дверь деревянная осталась. Я её не меняю по той простой причине, что за счёт щелей... То есть она вот сейчас тоже... Вот. Она уменьшилась и не забирается. Вот он засол. За счёт щелей обогревается это помещение из того. То есть здесь был обогреватель вон там. Его убрали. Он тоже в бытовке у крыс сейчас. Здесь... Ну, это бардак, потому что у меня нет полочек. Вот. К сплюшкам открыто окно. Через окно здесь тоже отапливается. Плюс работают две морозилки. Они тоже отапливают. Сейчас здесь 12 градусов. Это при том, что я постоянно открываю и закрываю эту дверь. То есть это входная. Тамбур такой. Вот. Летом здесь достаточно жарко. Морозилкам тут жарко. Как охлаждать это помещение летом, я не знаю. Вот. То есть я не понимаю, почему у сплюшек там почти 22, а здесь 12 и не охлаждается через окно. Ну, тяги на самом деле нету. То есть если бы там было чуть-чуть приоткрыто окно, наверняка бы там было холодно. Вот. Но пока вот не так. Что можно по домам разницу заметить? Они сделаны одинаково вообще. То есть утепление одинаковое в том и в том доме. Единственное, что здесь просто внутри вагонка отделана, а в доме имитация бруса. Но это разница небольшой. Двери. У нас разные двери. Вот это, я так понимаю, обычная квартирная дверь. И вот она вся в иней. Несмотря на то, что здесь... Ну, то есть, да, здесь тепло, поэтому она вся в иней. Он промерзает. Тут всё. Это дверь, которая должна использоваться в подъездах, то есть либо где есть тамбур. Она вот вся во льду. Ну, в принципе, мне как бы это, ну, для технического помещения, это у нас техническое помещение, это нормально, я думаю. То есть, ну, она не примерзала, у меня не было проблем с открыванием. Изнутри я её на ключ не запираю. И тут вообще сквозная вот эта дырка, замочная скважина, я её закрыла тупо, чтобы ветер в неё не дул. Вот. То есть, на ней мы сэкономили где-то 10 тысяч рублей. То есть, она была дешевле той двери, что в доме, примерно на 10 тысяч рублей. Фирму, хрен её знает, там есть, но показывать не буду. Смысла нет. Вот. В доме. То есть, то же самое. Всё, всё, крыши, всё сделано совершенно одинаково. В доме просто окна. Двухкамерная. То есть, здесь, а я не помню, основные окна в ту сторону, там тоже двухкамерные. Это вот здесь, в маленьких помещениях, обычные однокамерные окошки. Так, собака, отстань. Отстань, говорю. Сидеть. Сиди. Сейчас я вот так вот сделаю, чтобы перешагнуть через неё. Вот он меня уронит. Здесь дверь с каким-то, не помню, как называется, контуром. Короче, разрывным контуром. И у неё, по идее, этот контур должен быть виден пластиковым. Здесь его не видно, поэтому я ничего не могу сказать. Она абсолютно сухая, тёплая. То есть, здесь всё тёплое. Ручка тёплая. Здесь тепло. Здесь 20 плюс, ну, 20 с лишним градусов в этом помещении. Тоже тамбур. Вот. Дверь не пропускает ничего. Это уличная дверь. Она стоила, по-моему, порядка 36 тысяч рублей, если мне память не изменяет. Вот два года назад, когда мы строили, так чем-то её уже покоцали здесь, не знаю чем. В общем, это дверь с разрывной контуром. Это называется. К ней вообще никаких вопросов нет. И отсюда не дует, ниоткуда не дует, нигде нету иния. Ничего нет. То есть, она даже не думает промерзать. Здесь, даже вот здесь ничего нет. В общем, она полностью герметичная. Вот эта вот разница, да, в 10 тысяч. Та стоила 26 или 24, это 36. Вот. Но вопросов нет. Так, температура сейчас... Ой, слушайте, я сейчас... Да я наврала, сейчас не 20, сейчас 12. Но было вчера там 25-27. Разницы совершенно никакой. То есть, у нас сегодня ночью будет 25. Вот. По поводу самых холодных мест в доме. Огромные окна. Я бы не сказала, что эти окна пропускают у нас много холода. У нас самая большая теплопотеря идёт между... То есть, внутри, в доме, это из углов... Точнее, не углов, а вот именно где плинтуса дует вот из этих мест туда внутрь. Но здесь и не, нет никакого. То есть, я думаю, что это просто слабые места, и у нас нету такой теплопотери. Особенно, если ветер с этой стороны, в спальню, вон там, задувает. То есть, ну, ногой когда, босой ногой, зимой, минус 20. Если вот так поставить ногу, ей там будет прохладнее, чем выше. От окон у нас не холоднее, чем от стен. Кошка там. Вот. То есть, большие окна совершенно не проблема. У нас проблема вот эта дверь. Инем она не покрывается. У нас её то ли бракованную изначально нам её привезли, то ли погнули в процессе установки, то ли дом... Хотя, не похоже, что дом давал какую-то осадку, потому что у нас всё ровно. Вот видно. Вот там тепло выходит. Вот здесь она отходит миллиметров на пять. И когда ты стоишь внутри, прям чувствуется, как дует снизу, дует сверху. Дверь пытались регулировать. Да, я знаю, что должны быть специальные штучки. Мастер приезжал, и как раз мастер сказал нам, что дверь гнутая. То есть, она вот так вот выгнута. Именно из-за этого. Но она у нас работает как проветривание в доме. У нас просто всё остальное закрыто. И как бы температура... Держится 23 градуса в помещении. В большом помещении с двумя огромными окнами. Я не открываю дверь, потому что кошка выбежит. Ну, вон она. Вот. Два огромных окна и вот эта дверь. Но через неё плюс ещё постоянно Артём выходит. Вон она. Где он смотрит? Вот. И дверь очень хорошая, если бы она не была гнутая. Так, а с ней тоже проблем никаких нет. Ну, вот сейчас вот... Я вчера буквально это заметила. То есть, видно, как выходит снизу. Такого нет. Вот. Я бесю птичек. Веранда. Отличное решение. Потому что это южная сторона. Летом она очень хорошо защищает окна от попадания прямого света. И у нас нет проблемы вот с этой солнечной жарой. То есть, стороны мы не вешаем вообще не нужны. Ну, потому что, во-первых, соседей нет. Во-вторых, и солнце не мешает. А летом солнце как раз идёт на уровне деревьев. То есть, зимой. Если есть солнце, оно вот на уровне деревьев впадает точно в окна. Очень хорошо освещает. Очень здорово получается. То есть, я изначально как бы учитывала стороны света. Когда хотела веранду. И мне надо было, чтобы она была именно со стороны вот солнышка где. Потому что со стороны севера у нас просто стены. Ничего нет. И как бы мы туда и не смотрим. У нас там спальня на северной стороне. А вот на это и вся красота. Веранда идёт углом. Снег попадает. Это ещё мало снега. Вот сегодня за ночь это нападало. Но я просто подметаю метёлкой. Там лопаты, когда надо, загребаю. Прямо туда вниз. Как бы у меня это не напрягает. И никаких даже мыслей о том, чтобы веранду какими-либо окнами натяжными или чем-то ещё сделать. У меня даже просто ни в коем случае. То есть, открытая веранда это просто отлично. Вот, соответственно, она здесь у нас над входом. А дальше вот уже окно спальни. Веранда заканчивается. Потому что там и ни к чему. Нам туда и ходить не надо в ту сторону. Ну вот, пришёл крыльцо, а дальше ходишь вот так. Это отлично. Мне очень понравилось. Это как бы спонтанное было решение в процессе рисования на лесочке. Вот. Были единственные самые серьёзные проблемы. Это уже без двух дней ровно год. Как у нас. В мороз минус 20. Вон тот вот трансформатор деревенский просто вырубился. И в 18 часов мы сидели без электричества. А у нас котёл без электричества не работает. То есть, у нас пропан жидкий. Вот. Газгольдер на 5 кубов. Хватает этих 5 кубов примерно на полгода. С учётом того, что летом он тоже топится. Чтобы в ванной, там полотенце, сушитель работал и всё вот это вот. Вот. Так, надо цыплят ёлки взять. Хотя нет, посмотреть, есть ли крыс у меня. Вот. То есть, этот газгольдер отапливает дом. Всё остальное на электричестве. И вот, когда у нас не было 18 часов электричества, ну, в доме температура с 26 градусов на кухне и 23 градусов в комнатах опустилась в спальне, вот где два окна, вот это вот. Здесь угловая спальня, два окна. Опустилась где-то до 8. В гостиной тоже, я не помню, 11-12 было. Ну, могу наврать, там надо видео старое смотреть. На кухне плюс 18 или 16 держалось, но я там могла плиту включать. Ну, по-моему, я забыла, что я могла её включать. А в ванной у меня держалось плюс 18 стабильно. И я туда собрала всех ящерок, насекомых, всех. Потому что из Совешни там плюс 5 где-то было в самом помещении, где изначально плюс 20, а в остальных почти 0 был. Вот. Это вот, когда отрубилось электричество. Каркасник очень хорошо держит. Привет, Сова. Скажи, у меня тоже надо каркасник. Пожалуйста. В общем, и сейчас ровно год, и нам решили проблему с трансформатором за этот год. То есть поменяли и трансформатор, и провода по деревне Сип сделали. Это вот Россети. На самом деле молодцы. Они, конечно, не без посторонней агитации это сделали. Да, съела она крысу. Вон только кишочки оставила. Цыплят можно не нести. Такая, блин. Зачем я это вслух сказала? Она услышит и не будет есть крыс. Ну, у нас осталась в деревне проблема. То есть теперь нет освещения. Ну, у нас его как бы и не было с нашей стороны. А так было три фонаря по деревне. Но из-за проводов Сип их отключили. Потому что те фонари просто проводочком таким к основным примотаны были. И пока эту... То есть пока мы без света. Но не мы, а вот там, в деревне без света. Мы фонариками своими освещаемся. Вот. Эта проблема была очень серьезная. Сейчас вот как раз тоже морозы прошли сильные. Ну, проходят еще завтра день. И потом уже потепление. И у нас как бы... Вот не было проблем. Хотя вот приехали на выходные тоже. Весь тот состав, что был в прошлом году. Все жгли обогреватели. И использовали электроприборы. И никто не жалуется. Вот у тети Тамары в том конце деревни. Ну, даже работает телевизор теперь. Раньше не работал. И холодильник вырахлил. Вот. Поэтому на самом деле огромное спасибо всем, кто помогал. И Россетям, которые это все-таки сделали. Вот. И кто вот внушил Россетям, что нам все-таки действительно нужна помощь в этом плане. А не то, что мы просто жиру бесимся и хотим себе новенькие провода. И чтобы вот этот трансформатор. Но надеюсь, что проблема есть с освещением. Там по деревне будет решена. Нам-то, наверное... Я не знаю, конечно, мы бы не отказались от фонаря вот на том столбе. Но вот это вот... Когда это будет, вообще непонятно. Чё ещё? Чё ещё? У нас здесь горочка. Очень ветреное место. То есть у нас... Но зато далеко вот от ручья. Мама всё время на 2 градуса холоднее, чем у нас здесь. Хотя у нас термометр на веранде висит. Может, из-за этого. Но вот у нас сильно ветреное место. Ветер часто. Хотя там достаточно окна просто закрыть плотненько. И ветер не особо мешает. Ещё очень хорошим решением было пристроить... То есть дом строить изначально с котельной. И у нас вот окно второе. Видно, что там стена. Дальше идёт, чем вот здесь. На самом деле там, по-моему, полтора метра или два ширина. Это такой вдоль всего дома идёт помещение. Которое мы под кладовку и под котельную используем. То есть там люк на чердак. И два окошка небольших. Вот. И это помещение очень-очень хорошо защищает от западного ветра. Который чаще всего у нас здесь зимой дует. Вот, видно. То есть тут вот так вот получается комната заканчивается левее. А правее вот это вот помещение. Вот оно. Оно идёт вдоль всего дома. То есть и из кухни туда вход. Как кладовка, как техническое помещение. И как такой хит от ветров. И очень сильно спасает дом от выдувания. Именно вот с этой стороны, с таких сильных холодных ветров, вообще проблемы с этим нет. Ну и от жары тоже. То есть летом там очень жарко. Но это помещение защищает вот ту же кухню от ещё больше. Вот здесь два окошка таких. Там вполне много места. И будет вход. У нас лестницу сделаем на чердак, когда будем его доделывать. Вот. Тоже. Ну и за счёт этого ещё веранда удлинилась. Всё. То есть дом стал ещё больше, чем изначально планировалось. Чем я думала. Вот. Но как бы ни разу не жалею. Что бы я ещё и сюда добавила, я не знаю. Вольер для кошки, чтобы выгнать её на улицу. Но это мы не предвидели такого, что она будет ссать по всему дому. Очень не разочаровал. Ламинат. Про ламинат. Всё было супер. Когда мы покупали ламинат, мы выбирали какого-то там высокого класса, устойчивый к повреждениям, к домашним животным и вот это вот всё. Осенью у нас начала писаться кошка, начала метить везде. И в местах, где сразу не вытришь, то есть не всегда сразу даётся обнаружить, где она написывает, ламинат стал вздуваться. Вот самое заметное место. Это вот. Сейчас. Вот она, например. Вот здесь было написано. Обоссана. Не постесняюсь этого слова. И сейчас практически везде, особенно в котельной, там, где какие-то коробки стоят под коробку, она, ну, всё затекает. Буквально ночью она пописывает. Утром я встаю убирать. Вздутый ламинат. Вот здесь вот тоже самое, вот шов уже пошёл. И непонятно, то есть то ли нас обманули с качеством ламината, то ли просто он настолько моча кошачья, ядрёная жидкость, что не выдерживает. Вот это меня расстроило очень сильно, потому что про тебя речь, да, пришла тут. Она до сих пор всё это делает и не останавливается, причём непонятно, что... ну и просто нравится, короче. Вот, что с этим делать, не ясно. Какую бы альтернативу я предпочла ламинату, я не знаю. То есть мне нравится очень керамогранит. Но керамогранит у нас в прихожей и в ванной. Я не знаю, с чем связано. Тоже сейчас покажу. Ну, здесь уже перекладывали плитку, но они опять высыпаются. Вот он клей. Плитки в каких-то местах шатаются, то есть сами они ещё не выпадают. Но клей вот так сделав. В прихожей то же самое в местах, причём в тех самых, где мы наступаем. Причём, ну, даже если плитка неровная, по идее её неровность должна компенсироваться количеством раствора. Вот здесь вот эту уже перекладывали. Вот даже по цвету видно, вот здесь более красный, чем здесь. Это разный клей. Она уже выпадала, причём очень быстро. То есть мы заехали сюда, получается, 13 марта где-то. Вот. А в мае приехали рабочие красить дом, и они уже меняли плитку, просто вот переклеивали её. Вот здесь это всё. И где-то вот, вот тут. Видно, что плитка выше. То есть да, они немного неровные, но скорее всего это от того, что просто пожадничали и не положили больше клея. Но это не мысы, это рабочие делали. Поэтому я не знаю, я в этом не специалист. Но мне очень нравится. Вот у нас ванной керамогранит. Керамогранит, он не холодный, потому что, ну здесь на самом деле 29 градусов температура. То есть пол тоже не холодный. Он нормальной температуры. Вот он греется от воздуха, да. Если поднять, например, шкуру, под ней будет холоднее пол, потому что греется шкура. Вот, а сверху они... Ламинат. И да, я бы хотела по возможности керамогранит на той же кухне, например, ещё где-то. Где-то можно на него постелить коврики, не проблема. Но я боюсь вот такого вот эффекта, то что будут эти плитки вываливаться. Ламинат мне нравится. Но то, как он реагирует на розлив воды, мне не нравится. Кто-то мне писал про этот... Как его? Кварц-винил. Я ни разу не видела живьём, как это всё выглядит с кварц-винилом. Но это дорого. У нас просто уже не было бюджета, денег не было. Вот. Плюс, конечно, уже когда экономили на всём, то есть вот эти пластиковые трубы, мне бы хотелось металлическо иметь тут вот и радиаторы медные, и трубы медные, и плентуса вот эти пластиковые, которые вот гнутся, тоже так это дешманские очень смотрятся. Очень бы хотелось широкие подоконники. Вот такие вот, вот досюда. Нельзя, потому что батарею нельзя подоконником закрывать. Она должна вверх, чтобы тёплый воздух шёл. Я обогревал его окна, иначе они начнут плакать. Но в совешне у меня стоит обогреватель вот так от окна, да? Причём только напротив одного окна. И там окна не потеют, ничего с ними не происходит. То есть это не обязательно на самом деле. Ну, как минимум в совешне там маленькое помещение. Вот. То есть там можно было бы побольше подоконники. Но ладно, это можно переделать. Что ещё? Вот со светом. Ну, меня предупреждали, что надо заранее думать про розетки, про электричество. Так вот, невозможно. Я не знала, как у нас будет стоять мебель и всё это. Например, вот очень не хватает вот здесь розеток. Потому что лежим на диванчике здесь, с жопоньками там всё. Вот сюда сунуть зарядку, что-то ещё. Светильник какой-то подвезти. Вот мы... Вот этот светильник для растений. Я даже не предполагала, что у меня в этом углу будут какие-то растения, их надо будет освещать. Мы провод тянули вот так, вот так, вот так. Он там, он под батареей идёт. Не, не под батареей, под подоконником. Вот он, он идёт. И он туда, вот в розетку, вот сюда. Вот здесь уже не хватает розеток вообще. То есть тут компьютер, тут вот модем. Теперь ещё и светильник на таймере вот этот для растений. Потому что здесь никаких розеток не предусмотрели. Вот. На кухне тоже. Я думала, что вот здесь, здесь у меня вот розетки. Ну и здесь они, да, они почти все заняты. Вот здесь розетка. Никогда сюда, кроме зарядки телефона, ничего не включала. Ну и здесь тоже две есть, тоже. Вот они мне здесь особо не пригождаются. Хватило бы двух, наверное. Вон те розетки практически не пригождаются. А зато вот здесь двух мне не хватает. И это очень сложно заранее продумать всё. То есть это надо точно знать, где у тебя стол, кровать, что вот это всё. И ещё момент. Мы сейчас вот, нужен шкаф. Из-за больших окон. Вот там будет компьютерный стол нормальный, я надеюсь, когда-нибудь большой. Сюда всё, шкаф больше некуда поставить. А мне хочется здесь вот эту именно витрину для моих сувениров, для коллекции там всяких маленьких безделушек. Некуда. То есть только вот в это место узкий какой-то на заказ надо делать, вот который встанет вот так вертикально. Потому что сюда некуда, туда некуда, туда некуда, сюда некуда. Всё, в гостиной как бы места для шкафов нет. Вот эти две двери меня бесят. Они закрываются друг на друга. Мы пользуемся очень редко. Кухню я закрываю только, если готовлю что-то очень вонючее, чтобы сюда не шёл запах. У нас вытяжки до сих пор нет. Коридор вообще очень редко закрываем. Вот. То есть по идее эти двери и не нужны, но они иногда бывают нужны. Вот. Я всё закрывала, например, когда вот электричество выключили, чтобы сохранять тепло. Я двери закрывала. Вот. Чтобы кошка, когда мы что-то заносим, чтобы она на улицу не выбежала, мы её там где-то закрываем в комнате. Здесь двери всё-таки нужны. Но то, как они вот так выглядят, мне очень не нравится. И причём они занимают... То есть там можно было бы как раз поставить какой-нибудь узкий такой стеллаж, витринку тоже красиво сделать. Но, увы. Вот. Поэтому много чего надо думать. И ещё очень-очень Катя тоже это отмечала у себя. То, что у неё есть второй этаж, и ей очень лень туда подниматься. И то, что она хотела, чтобы второго этажа не было. Так вот, у нас одноэтажный дом. И я вот очень рада, что он одноэтажный. Прямо реально рада. Но мне при этом хочется сделать жилой чердак. То есть утеплить крышу, чтобы там было помещение, которое можно летом использовать как спальню для гостей, например. То есть не прям всё время жилое помещение. Очень хочется на чердаке окно во фронтоне в ту сторону и в ту сторону. То есть на восход, вон туда вот, чтобы сверху вот на вот тот лес, на восход солнца можно было смотреть. И чтобы окно большое, панорамное, выходило туда. И сверху можно было смотреть в дальнюю даль, за деревню, туда поле, там дальше поля, перелески, вот это всё. Очень хочется на чердаке такое. И чтобы лестница была полноценная, а не как она сейчас. Там у нас люк в потолке. Очень удобно то, что с кухни вот это, тот помещение котельное, техническое, где у нас сейчас свалено всё, бардак, стеллажи. Вот он люк на чердак, он открывается, лестница там спускается. Вот, по идее, оттуда должна лестница идти вот так вот до сюда. По ней заходить, соответственно, вот этот стеллаж будет переставляться, чтобы место было, пространство. Вот, и туда можно подниматься, туда можно цаву запускать, там можно кому-то отдыхать. То есть там, ну, получается огромное, сколько здесь, 10 метров, 12 или 10. Вот, там очень много места. Вот, и чтобы это было таким вот летним, для гостей. Чтобы на зиму можно было закрыть, вот это вот тоже люк сделать, чтобы закрываешь на зиму и не отапливаешь. А летом там можно отопить, просто электрическое, обычное отопление. И плюс там ещё будут камеры хранения, как раз где склон крыши, скат, там будут шкафы. Вот, очень-очень-очень. Ещё очень у нас сломался термопод. Сейчас только чайник знаменитый. Ну, нет, это не этот знаменитый, знаменитый чёрный. А это его заместитель. В общем, термопод, очень клёвая штука, которая поддерживает постоянно температуру воды, там 98 градусов, 95. И в любой момент можно кнопку нажать, налить себе горяченького, горяченького. Кипятить постоянно чайник с тем расходом воды, сколько я пью. Кофе, там чай, это очень дорого по электричеству. Ну, и вообще, как бы, постоянно надо это ждать. Мы уже разбаловались, нам термопода очень не хватает. Вот ждём, когда привезут новые заказанные. Ну, это мелочи. А что ещё? Что ещё? По утеплению мне очень нравятся мыши. Катя говорит, что у неё мышей просто очень много. У нас в этом году ещё никто не скрёбся. В прошлом году мышь скреблась где-то вот здесь, в стене. Несколько раз. Но потом она перестала скрестись. Но мне кажется, что это заслуга птиченькиного кафе. В смысле, заслуга не того, что мыши появляются, а то, что они не появляются. У нас вон там всё изрыто мышиными ходами. Там живут полёвки. Многрызуные полёвки. Потом полевые мыши живут. Малютки. Это то, что оттуда приносила кошка. Она утром туда прибегает. Вот. Там реально очень много мышей. Потому что ночью они питаются там полно корма. Поэтому они не идут в дом. Плюс вот здесь ещё вот падает вниз под веранду. Скорее всего, семечки падает какое-то количество. Мыши едят там. И я у садоводов читала такое мнение, что имеет смысл где-то в саду устраивать что-то типа стога, кучи веток, где мыши будут жить, зимовать и не будут приходить к вам на грядки. Вот у меня сейчас образовалось, ну спонтанно, то есть я не думала про мышей, когда это образовалось, для мышей. Вот здесь и за забором, за бытовкой, вон там, куча, куда крысиную подстилку, там куча зерна остаётся, выкидывают. Там тоже живут очень много мышей. В итоге, по-моему, поэтому они не идут в дом. Во-первых, у нас из дома едой не пахнет, он герметичный. Для них вон там вкуснее. И пока у нас нет таких проблем. То есть мы не слышим мышей, чтобы они здесь были, где-то скреблись. Вот в прошлом году была реально мышь, вот где-то здесь она шевелилась. А в этом году ещё нет, хотя уже и морозы, и всё. Ну, надеюсь, так и продолжится. У нас минеральная вата везде, как бы защиты от мышей у нас не стоит. Обычно ещё снизу какие-то сетки придумывают металлические, там прибивают. У нас такого нет под домом, мы как-то не подумали, что это надо сделать. Поэтому к нам очень легко проникнуть, по идее. Ну, посмотрим, что будет дальше. Пока вот вторая зима полноценная. Зимуем. Вот она, в принципе, несложная. Ну, сейчас вот морозы сильные вот были, до 30 градусов у нас мороза. Я больше беспокоюсь за птиц своих на улице. Я их в помещение забрала почти всех. Вот. С домом проблем пока не было. Вот, там такие мелочи, вот, типа, клиточек, вот, ламината вот эта вот тварина нам сделала, да, Мароша? Краш-тест. Краш-тест, ламинат не прошёл. Вот. Ну, это тоже на теплоёмкость и как бы не влияет. Это просто косметические такие у нас. И ещё двери. Вот эти двери ужасно. Хоть они были и не дешёвые, как бы. Ну, то есть, было, когда мы их выбирали, было непонятно, на что обращать внимание. Так вот, двери, вот, за счёт того, что они сделаны из вот таких вот панелек секций, они проседают именно за счёт конструкции. Сейчас, вот, у ванны можно увидеть. Артём её подтягивал. Вон, как кривота. Сколько, насколько она здесь опустилась, да, должна быть здесь. То есть, это не дом просел, дом ровный. Это сама дверь, вот эта конструкция. То есть, если её... Ну, Артём шевелит, у меня сил не хватает одной рукой. Она по диагонали вот так вот ходит, вот за счёт того, что собрано на такие штучки. Там где-то вот есть, можно подтягивать какими-то винтами. Но это временное, получается, явление. То есть, подтянешь, она потом всё равно опять опускается. Это не из-за петель, не из-за всего. Это просто такие двери. А у нас они все одинаковые. Вот тут тоже. Вот оно. Вот сюда плохо она тоже. Мы её подтягивали. В общем, у нас все двери такие, кроме вот этой. Но она вроде тоже просела. Вон, видно, щель. Что с этим делать, я не знаю. То есть, заменять двери полностью все на... Чтобы были одним полотном. Монолитным. Или что, или как. Ну, как бы это тоже нифига не бюджетно. Дверей-то много. Там раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть таких дверей. Плюс входная. Ну, входная пока проблем не создаёт. Вот. Либо их как-то вот прям усиливать, заколачивать. Надо что-то делать. Вот. Это тоже... Только вот через год такое появилось. И как бы сначала они нормально себя вели. Вот. Ну и плюс окна. Надо... Вот у нас окна двухкамерные. То есть, там три стекла. Ну, как я уже говорила. От них холода практически нет. Главное. Через дверь. Вот здесь изнутри. Прям вот стоишь, но чувствуется, что оттуда дует. Как будто вот как из окна, который на проветывании. Вот здесь вот эта щель. Ну, она была больше. Ее чуть исправили. Выгнали эту дверь. Но всё равно. Вот. Ну, в доме две двери. Это тоже очень удобно и очень нужно. То есть, у нас вот на веранда сюда дверь вообще отлично. Очень нужна. Если бы её не было, было бы ужасно. Вот. Ну и основная входная дверь. Вот. Пока вот такие вот у меня наблюдения по дому. Он ещё не обжит как-то нормально. Много чего не хватает. Много... Я даже не потому, что... Я не знаю, как это обустроить лучше. Например, вот со шкафом, да. Мы привезли из Москвы мебель, которая была у меня в комнате. Она сюда никак не вписывается. Вот только вот этот комод вписался. А тот же шкаф, который стоял у меня с сувенирами, вот он сейчас в углу стоит. Ни к селу, ни к городу. Я туда ничего не складываю, потому что мне не нравится здесь этот шкаф. Да и мои сувениры... А что их... Зачем они в спальне вообще? Для чего нужны? Они должны быть на виду. То есть шкаф для сувениров должен быть в гостиной. Поэтому этот тут нафиг не нужен. Зачем его загружать, если его всё равно надо куда-то отсюда убирать. Вот. То есть подобная мебель сюда не вписывается. Хочется деревянную мебель из массива. Ну, такую, которая будет и функционально, и красиво. Вот. Вот эта батарея, кстати, я постоянно выключаю. С ней... Здесь их две, с ней слишком жарко. Вот когда минус 20, минус 25, вот она нормально. А так вот в этой комнате только одну батарею включаем. Вон ту маленькую. Эта побольше. И она почти всё время отключена. Вот они закрываются. Поэтому как бы окно не потеет с выключенной батареей. Всё нормально. Всё прекрасно. И хватает вполне одной. Это вот сейчас вот здесь две батареи до 26 нагрели. А должно быть здесь 23. Ну, мне комфортно, когда 23. Сегодня при минус 12, вот здесь 24,3. А было при минус 25, здесь было 22,5-23 градуса. Это в гостиной фонящие двери. А на кухне вот сейчас 25,2. А при минус 25, здесь было 24 градуса. Вот. Везде эти термометры, они мне передают температуру. На телефон можно посмотреть, если захотеть. Через Wi-Fi. Ну, как бы вот. Наверное, пока это вот всё. Дом у нас на сваях стоит. С фальшпанелями цоколь. Ничего вроде такого. Ещё. Ну, может быть, будут ещё какие-то вопросы. Я в комментариях почитаю. Потом на них тоже отвечу. Спасибо. Спасибо.